Эти ягоды можно встретить везде. На полках супермаркетов, на рынках и просто на улицах. Но насколько они безопасны? Седьмой канал провел эксперимент. Мы купили три арбуза и проверили наличие нитратов. Сами и при помощи профессионалов. Что делать в случае отравления? Как проверить ягоду в домашних условиях? И какой арбуз может навредить вашему здоровью? Выясняла Анастасия Кожушка. Главное лакомство августа – это, конечно же, арбуз. Бахчевые культуры выращивают на полях и привозят в Одессу в основном из Херсона. Затем они появляются на прилавках супермаркетов и рынках. Привоз – не исключение. Без химии, без всяких. Нормально, хорошо. Продавец так усердно зазывает покупателей, что и мы не устояли. Здесь мы берем арбуз номер один. Он нам еще пригодится. Для чего – узнаете позже. А пока послушайте совет эпидемиологов. Эксперты говорят, если стоите перед выбором, лучше идите в магазин. И если что, просите у продавцов документы на продукцию. Наша служба всегда рекомендовала абсолютно все продукты, не только арбузы и дыни, покупать только в тех объектах торговли, где есть гарантия их качества и безопасности. Гарантия качества и безопасности продуктов может быть только там, где проводятся какие-то мероприятия по обеспечению соответствующего качества и безопасности. То есть это, естественно, торговая сеть. Врачи советуют покупать арбуз в конце августа или начале сентября. В этот период в нем меньше нитратов и возможность травиться невысока. Первые признаки отравления арбузом проявляются уже через несколько часов после употребления. Повышенная утомляемость, сильная головная боль, тошнота, рвота и диарея. Если человек почувствовал какие-либо симптомы отравления в виде перечисленных, то желательно в первую очередь незамедлительно использовать больше жидкости для того, чтобы, во-первых, насытить организм жидкостью, но вначале можно произвести промывание желудка в домашних условиях. Можно распользовать все, что угодно. От простой воды, физиологического раствора, раствора соды до слабого раствора марганцовки. Ну а мы возвращаемся к покупкам. Арбуз номер два тоже берем на привозе. Не на территории рынка. Яшар торгует уже много лет, говорит его. Покупатели всегда остаются довольны. Мужчина своих секретов никому не рассказывает, но для седьмого канала провел целый мастер-класс по выбору арбуза. Арбуз выбирается хорошо. Красивый арбуз, сладкий арбуз. Только эта полоса, которая, значит, если она белая, значит, она красная и сладкая. Сладкая. Вот так. Если еще красная, сладкая. Если где-то смарка бывает, да вот такой, вот тут такого нету. Это самое сладкое. Товарный вид у него некрасивый, а он сладкий, очень даже сладкий. Покупаем и идем дальше. Арбуз номер три мы берем на площади 10 апреля. Все эти ягоды нам нужны для эксперимента. Мы купили три арбуза в разных местах и сейчас проверим их на нитраты. Одну половину отвезем в лабораторию, а вторую я проверю в домашних условиях. Пока в лаборатории делают экспертизу, мы протестируем один из народных методов. Для эксперимента нам понадобится стакан с водой. После того, как я опущусь до ломтика арбуза, если вода станет красного цвета, значит, в нем много нитратов. Если вода станет бледно-розового цвета, значит, арбуз можно есть. Эксперимент удался. Все три арбуза съедобные. Действительно вкусно. Народные методы – это минут 10, а вот в лабораторию мы едем спустя два дня. Интересно, какие результаты покажут там. Возможно, команда «Седьмого канала» зря ела эти арбузы. А сейчас мы узнаем результаты лаборатории. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь, в испытательной лаборатории компании «Интерхим» нам даже показали, как проходит сама процедура. Из каждого образца мы берем 2-3 сегмента, которые разрезаем шириной 6-8 сантиметров. Натираем, значит, очищаем от шкурки, от косточек, удаляем косточки и натираем на терке. И потом берем навесочку и ведем анализ. Далее мы работаем непосредственно с навеской. Берем 50 миллилитров экстрагирующего раствора номер 2, цилиндриком. Добавляем нашу навесочку в мешалку и будем замерять по истечению трех минут. И вот он, решающий момент. Пора узнавать результаты. Анализ показал, что в образце большом содержание нитрата меньше 20 миллиграмм на килограмм. Предельно допустимая концентрация содержания нитрата в арбузах – это 60 миллиграмм на килограмм. Значит, образец был чистый от нитрата, скажем так, очень хороший результат показал. Второй образец – средний арбуз номер 2. У него тоже очень низкая концентрация нитрата, меньше 29. Он тоже очень хорошего качества. А вот третий образец, который назывался номер 3, маленький. В нем содержание нитратов 51,7 миллиграмм на килограмм. При норме 60. Получается так, что содержание нитратов на пределе допустимого. Помните Яшара, который так расхваливал свой продукт? Предельно допустимая норма нитратов как раз в его арбузе. Так что не стоит верить в красочные рассказы продавцов, они не всегда правдивые. Покупайте эти фрукты в проверенных местах и не стесняйтесь просить документы на продукцию. И помните, здоровье важнее всего. Анастасия Кожушка, Игорь Казанджи, 7 канал. Продолжение следует...